Теперь Донбасс. Украинская артиллерия сегодня нанесла удар по Ленинскому району Донецка, где 22 января на троллейбусной остановке в результате обстрела погибли 8 человек. Находящимся неподалеку в микрорайоне Текстильщик днём снаряды из градов разорвались во дворе больницы. Четверо погибших, не менее 10 раненых. Жертвы есть и в жилом доме, в который попал снаряд. В зоне поражения были десятка детских учреждений, школы и сады. Иван Прозоров выслушал людей. За что расстреливать мирных граждан? Ну за что? За что убили её сына, Вере Фёдоровне никто объяснить не может. 29-летний Юрий утром привёл мать к врачеву. После приёма она замешкалась на выходе, а он успел спуститься с крыльца. Его здесь сразу взрыв. Я увидела, как он бежал. Думала, он успеет забежать за здание. Когда я сама очнулась, он ещё жив был. Я говорю, сынок, ты жив, он жив. А потом минут через 10 судороги. И всё, он умер. Подошли, он уже не живой, он уже умер. Воронка глубиной полтора метра. Выпитые стёкла в больнице и соседних зданиях в радиусе 100 метров. Взрывная волна сбивала с ног прохожих. Ополченцы говорят, что украинская армия обстреляла район из крупнокалиберных миномётов. Это центр микрорайона Текстильщик. Здесь всегда многолюдно. Вот рядом остановка общественного транспорта, магазины, а это, собственно, сама больница. Снаряд упал в нескольких метрах от центрального входа. В тот самый момент кабинеты были заполнены врачами и пациентами. На полу стёкла и кровь. Осколками ранило и пациентов, и медиков. А сколько было залпов, взрывов? Я от страха не поняла ничего. Ну, несколько, много было, много было. Несмотря на страх, врачи спасли десятки жизней. После первого взрыва эвакуировали людей в подвал. Наталья пришла к доктору с маленькими дочками Таней и Машей и больше часа просидела в убежище. Я живу в Донецке, работаю учителем в школе. Вот мои террористы и сепаратисты. Две. Таня и Маша. Две сепаратисты и террористы. Спасибо, Украина. Я украинка. Мой отец украинец, а мать русская. И я не знаю, как мне с этим теперь жить. Как эту боль, это разочарование, этот страх и ужас пережить. Ужас испытали тысячи жителей Донецка. Бомбили несколько часов подряд. Горожане говорят, что даже им по воронкам и осколкам понятно, кто и откуда расстреливает жилые кварталы и социальные объекты. Там Маринка, где стоят украинские армии. Здесь же видно. Любому человеку будет видно. Я человек не военный, но видно, куда идёт. Да, полетелось сюда, не вопрос. Но отсюда оно прилетело, сюда. Вот оно пошло. Вон она, Маринка. Сколько можно. Когда они это всё закончат, твари? Любой человек, вот любой здесь стоящий, они скажут, что это с Маринки лупили. Украинские войска, они стоят в Маринке. Снаряды ещё упали на территорию школы, детсада. Никто не пострадал. Дети не ходят сюда уже несколько недель. Сидят дома. Но здесь теперь небезопаснее. Несколько квартир в многоэтажках разрушены во время обстрела. Погибли двое горожан. Соседи в истерике. Безопасных районов в Донецке уже не осталось. Всю жизнь проработала на квартиру. Что они сделали? Сволочь! Где теперь жить? Вот где? Куда идти? Не знаю. Ни пенсии, ничего нет. Весь день в Донецке были слышны взрывы. Всё ближе к центру города. Люди в отчаянии. Обращаются к той линии фронта. Эта жительница Донецка специально по-украински. Я знаю, что всё это не от нас. Всё это от вас отходит. Забирайте своих сынов. Нехай они едут домой. Нехай они нас больше не вбивают. Не вбивают наших дёточок. Пострадавших от взрыва у 27-й больницы и в районе текстильщика отправили в другие клиники. Само здание теперь нужно срочно ремонтировать. За медицинской помощью с каждым днём обращаются всё больше горожан. Иван Прозоров, Дмитрий Белов, Дмитрий Зельвянский, Евгений Сысоев, Рушан Умяров и Нигина Искандарова. Первый канал. Донецк.